Дары и плоды, Дух Святого Духа. Что общего? Мир вам, братья, сестры. Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание. Познавая Бога внутри себя». Что общего в дарах и плодах Святого Духа? Тема вроде бы понятная, но мы глубже поговорим на тему плодов и даров. Да, это разные слова, но один. Одно начало – это Святой Дух, Дух Господень. Да, мы все разные люди, разные характеры, разный темперамент, но в сочетании со Святым Духом, дары и плоды Святого Духа дает прекрасный плод нашей жизни и жизни Церкви. Плод Святого Духа, его пребывание в нас, в сочетании с нашим характером, темпераментом, дает такие изумительные результаты в нашей жизни и для окружающих. Дары Святого Духа, когда мы исполнены им, в сочетании с нашим характером, темпераментом, дает такие изумительные результаты в нашей жизни и для служения Церкви. Каждый человек с плодом и даром Святого Духа уникален для Бога, и уникально наше служение. Посмотрите на себя, как на Божие дитя со своим характером и темпераментом, с помощью силы Святого Духа, строящую Церковь Христову на земле. Задайте вопрос Богу, помолитесь, спросите, где ваше место в Церкви? Мы разбираем интересную тему плодов и даров Духа Святого сегодня. Следите, подписывайтесь на канал, чтобы больше узнать о Духе Святом в наше современное время. Одно тело и один дух. Братья, сестры, хоть мы и разные, но в разнообразии и есть красота Божьего творения. Нам не нужно быть похожим на кого-либо. Мы созданы Богом, Он дал нам жизнь и сделал такими, какие мы есть. Не нужно менять характер, темперамент. Бог очистил нас от грехов, от нашего рабства греха, от дел, которые несут в нашу жизнь и окружающих жизнь разрушения. Бог нас очистил от греха, но не меняет нас, меняет наши поступки. Но у нас, у всех есть одно, то, что нас объединяет. То, что нас соединяет в одно тело, тело Христово, Церковь Божья на земле. Откроем послание Ефесянам 4 глава, стихи с 4 по 7. Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение. Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех, и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Послание Ефесянам 4 глава, стихи с 4 по 7. У нас один Святой Дух, и собраны мы в одно тело, тело Христа на земле. В послании 1 Коринфянам написано 6 глава, стих 17. А соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. 1 Коринфянам 6 глава, 17 стих. У нас один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех, и во всех нас. У нас один Бог и Святой Дух, который над всеми и через всех, и во всех нас. Так же, как Иисус Христос учил нам на земле со Святым Духом. В единстве со Святым Духом. Иисус Христос тоже служил в единении с Духом Святым, Духом Божьим. Откроем послание от Матфея, 12 глава, стих 28. Наш Господь говорит, если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигла этого в Царстве Божьем. Братья, сестры, когда мы пришли к Богу с молитвой покаяния и верой в Иисуса Христа, Бог принял нашу молитву, очистил нас от наших грехов и исполнил нас Духом Святым, всех, одним Духом Своим. И теперь сам Дух Святой ведет нас по нашей жизни, освящает, и в конце времен воскресит нас со всеми детьми Божьими и очистит во всей полноте. И мы будем готовы ко встрече с Иисусом Христом и Богом Отцом. И тогда полностью познакомимся и узнаем Святого Духа. Но пока мы на земле, Дух Господень нас освящает и ведет по жизни, пока не встретимся с Отцом Небесным. Умертвляем греховную плоть внутри нас. И пока мы заканчиваем наш путь на земле, сей самый Дух подкрепляет нас в немощах наших. Его пребывание в нас, Его плоды пребывания в нас, изменяет наш характер, поступки. Он дает новые желания и наталкивает на правильные поступки, которые угодны Богу, которые добры и несут любовь, мир людям, всем нас окружающим. В отличие от греховной плоти, которые толкали нас на грех, разрушения, которые мы не хотели делать, мы были рабами греха, греховных поступков, потому что не могли сопротивляться. Но пребывание в нас Святого Духа, то есть Дух Господень, теперь нам Он дает силу не подчиняться этой греховной природе. Не мы сами, своими силами, а силой Святого Духа мы живем и умертвляем греховную плоть внутри нас. Если же мы Духом Божиим умертвляем греховную плоть внутри нас, то, конечно, достигло до нас Царствие Божие. Плоды Святого Духа изменяют, очищают наш характер, привычки. Теперь Святой Дух, пребывание в нас Святого Духа, то есть Дух Господень, теперь нам дает силу не подчиняться этой греховной природе. Не мы сами, своими силами, а силой Святого Духа мы живем и любим, радуемся, несем мир, долготерпим, добры, милосердствуем, верны. Плод пребывания в нас Святого Духа изменяет, очищает, входит в наш характер, привычки и растет по мере возраста во Христе, то есть во времени. Это как плод дерева, ему нужно сначала дать почки, потом цветок, а потом развиться в плод. Святой Дух, как огонь, изменяет нас изнутри, и его остановить невозможно. Есть только одно «но», остановить его можем только мы, и это слово «угашать». Извне подействовать на Святого Духа внутри нас невозможно, только мы сами можем не давать Ему расти внутри нас, изменять нас. То есть возрастание, созревание плодов Духа Святого в нас – это вопрос времени. Нужно набраться терпения и учиться не угашать Духа Святого в нас. А наоборот быть готовым на всякое доброе дело. Дух Святой Сам будет Свою силой нас изменять. Дары и плоды Святого Духа. С чего начать? Святой Дух Сам будет нас вести в те ситуации, где мы сможем проявить Его плоды. И это все зависит только от Него. Мы не можем сами делать все, что угодно. Проявлять плоды Духа Дух Святой Сам ведет в то место и в нужное время, где мы можем проявляем эти плоды. Его плоды – Его ситуация. Братья, сестры, в плодах Духа Святого нужно полностью вычеркнуть собственное «я», а полностью отдать инициативу Духу Господнему. Друзья, ждите, не спешите. Плоды будут возрастать, будут набираться, вы будете набираться опыта, любить, нести мир со Святым Духом. Ждите, ждите ведения Духа Святого. А с чего начать? Начните с ближних своих, с кем вы живете в одном доме, с кем работаете, общаетесь, служите. Ждать Дары Духа Святого не нужно. Дары Святого Духа здесь ждать, пока они возрастут, не нужно. Дары даны человеку сразу, как только он исполнил Святым Духом. И это видно на проявлении дара иных языков, который при желании может проявиться. Человек может сразу ему его дать. Ждать не нужно. Дары Духа Святого – это как профессия. Дух Святой дает сразу свой талант. Дар для применения жизни в Церкви. Плоды возрастают и действуют в независимости, человек служит или нет в Церкви. И возрастают во времени. Дары даны сразу, ждать не нужно. Идите в Церковь, подойдите к старшему служителю и спросите, где нужна ваша помощь. Вы начнете служить там, где вы нужны. Возьмите ответственность, не как медальку на пиджак, а ответственность за все, что вы делаете. Вначале перед Богом, а потом перед людьми. Во всем, что не делаете, спрашивайте у Святого Духа, как лучше сделать, как поступить. Чем труднее задача, тем больше благодать получите для выполнения служения. Всегда спросите у Святого Духа, чтобы Он научил, как правильно делать. Дух Святой и обучает, научит вас тому, чего вы не знали. Дары Святого Духа ждать не нужно, пока вырастет плод служения. Дары служения сейчас. Вставайте, берите ответственность и служите. Бог научит профессионально выполнять ваше служение. Не ждите. Дары и плоды Святого Духа. Что общего? Все дары и плоды Святого Духа даны одним Духом, Духом Господним. Только дары применимы сегодня в Церкви, а плоды немножко нужно подождать, поухаживать за ними, не угошать. И со временем Дух Святой изменит вас. Аминь. Братья и сестры, задавайте вопрос Богу. Задайте вопрос Богу. Где ваше место в Церкви? Прямо сейчас помолитесь и спросите. Задайте вопрос Духу Святому. Есть. Или готовится подкаст на тему, что значит угошать Духа Святого. Мы путешествуем по местам из Писания о Духе Святом. Подписывайтесь. Давайте путешествовать вместе. Еще будет очень много с Духом Святым. А сейчас я заканчиваю. Если вам понравилась запись или получили слово откровения от Духа Святого, ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь. Субтитры сделал Dуха Святого.